Воркаут – любительский вид спорта, но настолько увлекательный, что захватывает все большее количество мальчишек, желающих продемонстрировать вот такие упражнения. Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитием силы и выносливости. Но может быть и такой воркаут-стайер, совмещенный с элементами танца. Больших затрат этот вид спорта не требует. Практически в каждом дворе и на спортплощадке есть турники. Но чтобы показать более сложные элементы, конечно, ребятам надо тренироваться уже на специализированных площадках. Таких в Сочи теперь 11. Это не предел. Мы будем дальше открывать эти площадки. Глава города Сочи очень сильно поддерживает не только этот вид спорта, но и спорт в городе Сочи в целом. Я пообещал, что ни одной копейки не будет сокращено, будет продолжено полное финансирование и все планы, которые намечены, будут выполняться. Эту новую площадку разместили в Олимпийском парке напротив Ледового куба. В день ее открытия состоялся мастер-класс от сочинских воркаутеров. Так они себя называют. А еще приехали ребята из Туапце, чтобы поддержать сочинцев. Мы находимся в хороших отношениях. Все друг друга знают, друг друга поддерживают. Вся информация, которая о соревнованиях, о развитии команд находится в социальных сетях ВКонтакте и в Ютьюбе. В интернете они выкладывают любительские ролики и активно соревнуются между собой, придумывая все новые и новые элементы уличной гимнастики. Али второй год занимается воркаутом. Приехал в Сочи из Краснодара и сейчас эта площадка стала для него основной, поскольку живет здесь недалеко. Я вот честно скажу, я получаю удовольствие от своего спорта. Этот спорт стал для меня жизнью, часть моей жизни. Так что воркаут массы! Ура! Попасть сюда может любой желающий в любое время. Это самая большая специализированная площадка в Бадлерском районе. Есть поменьше, например, на бытхе, где занимается Илья Подхользин. Ему 15 лет, но он уже готов поучаствовать в соревнованиях. А заинтересовался воркаутом после встречи с Владимиром Садковым, победителем Кубка мира, российским атлетом. Владимир Садков, кстати, передовый привет, если меня видишь. Мне очень приятно было с ним пообщаться, увидеть его. Это правда, это очень круто было. Это свобода, свобода, ты летаешь, ты что хочешь можешь делать. Да, многие не умеют, советуют заняться этим. Это круто! Гелена Авсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.